Ситуацию в Сирии в контексте политического регулирования и борьбы с терроризмом обсудили министр иностранных дел России Катар. Переговоры прошли сегодня в Москве. Сергей Лавров и его коллега Халет бен Мухаммед Аль-Атыя выразили готовность содействовать тому, чтобы процесс формирования делегаций сирийской оппозиции на переговорах с правительством этой страны шел в конструктивном ключе. Пока еще остается вопрос о том, кого считать этой самой оппозицией. Катар, например, выступает против составления списков террористических группировок до начала диалога по регулированию. Тем не менее, оппозиции Москвы и Дохи во многом схожи. Стороны подтвердили заинтересованность в мирном разрешении конфликта в Сирии путем переговоров. Мы отмечаем очень позитивную эволюцию в позиции многих наших партнеров, которые, продолжая настаивать на нелегитимности режима Асада, одновременно прямо выступают за скорейшее начало переговоров между правительством Сирийской Арабской Республики и широким спектром оппозиции. Мы такой подход активно поддерживаем. У нас с Россией много общего в подходе к сирийскому урегулированию. В частности, мы выступаем за единство этой страны, за демократическую Сирию, за Сирию для всех сирийцев с обеспечением всех прав граждан. На встрече министров речь так же зашла о ситуации на рынках энергоносителей. Здесь, по словам Сергея Лаврова, у России и Катара общий подход. Он состоит в том, что цены на нефть и газ не должны определяться спекулятивным воздействием или политической комъюнктурой, поскольку это, как было заявлено, вредит мировой экономике.